всем привет с вами евгений сегодня у нас тарк из данжен не совсем типичная игра представителя жанра рпг даже как-то и рпг назвать язык не поворачиваться потому что в любом случае рпг подразумевается некое развитие навыков здесь мало что от нас зависит ибо наша собственная так давайте мы козык делаем потише так где-то нет мы просто берем голос рассказа вот так вот ставим субтитры и закроем это нафиг там сохранить графические настройки на в принципе тоже не имеет никакого значения так что сделать что рассказать так вот у нас есть некое такое подобие жанра рпг у нас есть двухмерная бродилка с войной против всяких зомби всяких колдунов и так далее и тому подобное принципе долго рассказывать и не буду я сначала посмотрю что у нас с нашими подопечным потому что прошлый бой я проиграл у меня мой рыцарь собственно помер так гильдия развить боевые навыки это конечно хорошо где у нас какую-нибудь лечебницу вот так лечебницу нас недоступно здесь получается того персонажа который умер мы теряем окончательно ну что ж замечательно перетащить сюда героя ну давай вот этого так насколько я знаю ее навык осуждения закрыт удар булава это то что мы можем изучить вот мастер-соль структура уровень 1 недоступно тысяча золота так что это у нас освещение дальний бой пиздец только у нас ничего не доступно собственно ну ладно круто так это что перетащить сюда героя кузнеца снова заработал кузнец готов выковать оружие доспехи ну замечательно так кого-то нанять мы можем возьмем вот этого искатель шут выродка я не хочу брать выродок у нас уже один есть толку от них никакого так ладно поменяю немножко местами потом у нас пойдет вот этот и вот этот выродка брать я не хочу так ну и нужно собственно отправить кого-то в бой дабы показать что это собственно такое монастырь и снятия стресса стресс снимем линго лику не ер какой-то у нас также страдает моральная составляющая наших бойцов они в бою могут вести себя совершенно инициативно кто-то может выполнить любую атаку совершенно инициативно в связи с тем что у него какой-то упадок морального состояния кто-то наоборот находясь в неком состоянии эйфории в связи с удачно проведенной прошлой атакой может получить некий прирост урона к и дальнейшим использованием дальнейшим каким-то своим способностям тонкости нюансов в игре несмотря на на мультяшный внешний вид довольно таки много то есть нужно заботиться так сказать о каждом своем подопечном и с умом подходить каждому заданию потому что все-таки с мечом на галор вануть в бой не удастся так как я это сделал в прошлый раз увы это в запись не попало с техническими трудностями но бой я все-таки проиграл и потерял двух своих бойцов которые были довольно-таки способны и развитые но увы так что мы можем сделать но здесь пока что ничего не сделать так кузница здесь опять-таки вот у нас есть список всего нашего не знаю аббатство так сказать секты наших что ли кладбище 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 вот собственно недавно похоронены рейнольд и дисмос вот дисмос был очень таки хороший боец он использовал дальний бой стрелял с пистолета стрелал дробью его уникальной особенностью было тем что при выстрелу дробью мы целимся в последнего из оппонентов и он автоматически наносил урон всем предыдущим то есть боец был крайне интересен и удобен но увы да воскресить функцию у нас нету так помер я собственно вот здесь вот заповедник богомерзкие создания обращают свет против него самого сразите с ними узнаете каковы они в бою но в принципе у нас пока что и других то возможностей нету так теперь мы собственно берем кого мы будем брать с собой так легионер будет первые потом возьмем вот этого чувака и возьмем наверно вот этого так теперь мы запасаемся к нашему заданию припасами так это что собачье лакомство сильно добре гонщие но ненадолго так нам нужна еда возьмем где-то нет многовато 10 блин у нас совсем нет денег это задание в темнейшем подземелье отлично это нам зачем для здания в темнейшем подземелье суть значит там кости для чего-то нужны видимо там какие-то собаки будут так в принципе надо еще факел взять ну что ж ладно вроде готовы отправимся в бой все бои построены на двухмерном так сказать внешнем виде сейчас посмотрите а вот оказывается что вот для чего кости у нас вот у чувака как это есть собачка ну что ж пойдем ну уходить собственно зад вперед можно клавишами по д но можно просто левой кнопкой мыши вот у нас есть наша карта перемещаемся мы правой кнопкой мыши зажимаем и собственно двигаем у нас есть то есть мы зашли здесь у нас есть вот определенные комнаты которые мы должны идти но пойдем сначала в эту открываем что у нас здесь ловушка открылось кровотечение кровотечение нам не нужно ладно идем дальше так 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 нам надо ядовитый залп давай-ка яд это хорошо потому что после каждого хода он будет терять определенное количество здоровья так а ты на что можешь уклонение молодчина насколько гончий на тебя давай неплохо все получили урон один даже скончался замечательно соло дальний бой так 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 осуждены ну ребятки вам бы наоборот сдриснуть отсюда не хотите ну тогда добьем нефрит светло-зеленый как гниющая плоть целла 250 ну что же неплохо так что у нас здесь 100 монет ну мы прошли первый коридор и зашли в ту комнату на которую как раз таки кликнули на карте но у нас собственно здесь ничего нету поэтому возвращаемся назад ну так как мы уже здесь сражались поэтому здесь собственно никого не встретим так выбираем место идем дальше опять таки для чего нам нужны факела у нас есть собственно вот наше так называемое освещение в случае потери освещения в случае наступления полной темноты наши бойцы чувствуют себя что ли не уверенно так после долгих пролечений группа знатно проголодалась съесть 4 еды восстанавливать 5% здоровья не есть получает 20% урона урон от стресса классно зашибись у нас становится темно скоро нужно зажечь факел у нас их всего два так идем в следующую комнату ну пока что все очень легко все факел потух у нас полная темнота так пардон а почему я не могу использовать эту вот вещичку все вот еще один факел замечательно мягко говоря мы обошлись без потерь тем самым восстановив свой взрослый факел ага так и с этими тварюгами вроде все легко так стражевой пёс охраняет союзника это что бросок гончий дальний бой критический удар 2% так его течение 100% значит возьмем вот этого последнего напоминает какого то декроманта вполне возможно что он может ну вполне возможно что он может своих вот этих вот оживлять так далековато ладно травим этих так яд на него не подействовал что значится так хорошо пока что все хорошо нет не хорошо плохо все плохо надо избавляться от тех кто использует дальний бой я счету на него как-то не обратил внимание сразу ах ты сука он решил нашего ах он решил нашего самого лучшего бойца пока что подстрелить он находится при смерти при смерти при смерти чумная граната отлично яд получил так насколько так почти добили так и что ж суки так много то урона забирайте ххх скончался братью не от яда ну бывает хорошо очень хорошо что собственно вот это вот такое это остатки, останки прежнего бойца если бы он был в начале, он бы нам не позволял атаковать всех последующих поэтому нужно было атаковать, собственно, сначала так сказать, то, что осталось от прежнего ну, он, собственно, сам заиневает, если его не трогать что у нас в сундуке? ловушка, стоило догадаться так, яд, яд яд противоядие так, карта идем дальше замечательно ничего, что я этого придурка только что покормил ну, чувак молодец, чувак стойкий при этом, так сказать, поддержал всю свою команду так, пока что у нас два чувака которые довольно-таки ранены так, смотри, нам для чего так, ну, проблема в том, что не находясь в бою, мы не можем использовать никаких функций самолечения либо лечения наших подопечных о, факел это хорошо факел это всегда хорошо ладно что-то как-то мимо совсем мимо, чувак так, вот этого здорового по-моему, переростка надо явно травить ах ты еб собака что-то ты не в духе тебе надо козу ух ты, гля ну, хоть немного так пускай забирает немного как раз-таки немного но в то же время получает отравление от яда полицейнички, это мало это мало но, блин, он вот так присмерть уже так, у нас кровотечение мало-мало вполне возможно, что этот бой мы проиграем ох, замечательно, 11 блин, надо было попробовать ему костяшку дать так, это что, боевая медицина, извлечивает и увеличивает обновление от лечения блин, ну говно совсем, совсем единичку прибавить это вообще не что бля, что ж так много-то так, дальний бой ослабление сейчас ихние атаки должны носить гораздо меньше урона ну, по единице, но этого, в принципе, хватило так, у этого эгоцентризма замечательно дерьмо молодец молодец так и косточка подействовала но этого явно недостаточно так, вот эти эгоцентризма мне, собственно, нужны ну, чувак, вздох от него, да блин, нет ммм это крайне плохо правильно, стреляю своего походу походу, чувак сейчас скончается ну, я не экстрасенс но этот бой мы проиграли ну, можно, в принципе сдриснуть до конца так до конца умирать так с песней потому что, по сути дела, сильного бойца мы уже потеряли а этот ну, он и так, чувак, при смерти поэтому я не сильно переживаю по этому поводу ну, блин, сейчас одна атака собаки в принципе, ему должно хватить блин, а один всего мало один выстрел он готов отлично скончался от яда хм кто сказал, что мы проиграем так, немножко назад золото, золото, золото что по карте? по карте у нас еще одна комната и, в принципе, нам ну, не выжить, в общем о, нет это я зря сделал это я зря сделал нам, в принципе, подпитывать уже энергию-то и нечем у нас ничего нет абсолютно ну, все все противников много, поэтому, в принципе, здесь вот точно нужно выжить ну, этот чувак у нас сдохнет в следующем шаге ну, ничего нету, нечем подлечиться все все что-то эти чуваки мне никакого урона не наносим пока что у меня, в принципе, нечем уже и биться хм, какие-то сплошные помахи у чуваков что-то я не понял не дохрена ли у вас ходов чувачки здоровья, ноль не, ну реально, ну это бред как-то ну давай, добивай уже вообще, херня какая-то бесполезная тоже бесполезная херня ну, по сути дела, можно смело сваливаться по любое, потому что нам, собственно, атаковать уже нечем залпы закончились и эти додики у нас абсолютно не забирают никакого урона там и были уже, как бы, при смерти все ну, ладно собственно, этот бой мы проиграли ну, собственно, вот такая вот игрушка с виду, кажется, такой простой миленькой, но в то же время довольно-таки сложная в которой, собственно, в которой нужно разбираться выяснять, что к чему потому что, как видите, любой бой может оказаться последним но ничто не мешает, собственно, нам сделать вот так вот и нанять, собственно, новых бойцов но, опять-таки, все они начинают с нуля у них нету абсолютно никаких навыков то есть, понятное дело, что свои, собственно, бойцы, которыми мы играли они уже более прокачены, более сильные но в этот раз нам придется начинать, так сказать, с нуля совершенно новыми бойцами, которые нулевые которых также нужно прокачивать то есть, переживать по поводу отсутствия пушечного мяса не стоит пушечное мясо есть всегда а вот стоит ли тратиться так сказать, на новых бойцов или же с умом подходить к взаимодействию с нынешними это уже, собственно, решать вам а я сей ролик заканчиваю и спасибо за просмотр с вами был Евген еще не забываем подписываться всем пока